Как сплю, вот этот плед раз, у меня подшитый плед, еще один подшитый, и вот этим, тремя пледами, и вот так две кофты, вот это свитер и вот эта жилетка, вот так я прям сплю. И это, по словам Зои Николаевны, не самая холодная комната в квартире. В так называемой гостевой температура выше 15 градусов с начала отопительного сезона не поднималась ни разу. Да, 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 очень холодно, очень. Прям почему она самая холодная, мы ее закрыли. Так батареи одинаковые кругом. Замерзать жители квартир, расположенных на первом этаже дома номер 30 по улице Тарощанцев, начали еще в середине ноября. Стали замечать, что вроде бы отопление дали, но думаем давление еще маленькое, пока прогревается, вверх теплый, а внизу батареи холодные. Однако по прошествии недели ситуация не изменилась. Радиаторы отказывались прогреваться равномерно, и температура в квартире до нормы по-прежнему не дотягивала. Тогда же первые жильцы и отправились в управляющую компанию «Жилэксперт». Они сказали, ждите, к вам придут специалисты, и у вас все настроят. Да, пришли специалисты, пришли не сразу. Они залезли на крышу, потому как у нас розлив верхний идет, отопление. Они сбросили там якобы воздух в течение 15 минут, как бы сливали воду там, но результата никакого не было. Кстати, в числе пострадавших оказались жители второго и третьего этажа. С одной лишь разницей в квартирах практически тропики, невыносимая жара. При этом радиаторы ведут себя так же. Пол батареи горячие, а внизу, как сброс вот такой, внизу холодные. И так же и в другой комнате у нас. Раньше промывали систему они по несколько часов. С чердака дома сбрасывали шланги, и вода шла и час, и два, и все. Это они полностью как бы подготавливались, тут и воздуха, ничего не будет. А сейчас это минутное дело, они что-то промыли, там, ну, не знаю, минут 15, там сколько. Там ни воздух, ни все там забито. Правда, в управляющей компании жил эксперт с выводами жильцов не согласились и переложили всю ответственность на ресурсоснабжающую организацию. Они говорят, в случае понижения температуры дорожного воздуха параметры будут увеличены, и тогда все нормализуют. Нет, нет, не бывает такого, уже было, было. Ну, бывает такое, я сама работаю в этой системе, слабо вот. Ну, я понимаю, что вы, может быть, долго работаете, вот. Но дело в том, что когда морозы были... ...секература наружного воздуха понижается, котельная изменяет свои параметры полностью, и тогда система отопления работает по-другому. Сейчас, в период отопительного сезона, регулировку не протить всей никакой в стене невозможно. Потом вы знаете, что у вас под вашей квартирной, например, идут еще какие-то краны-вентиля. Вы дадите скрывать полы? Под моей квартирой ничего не идет. Они выходят в подвал. В подвале стояк, никаких кранов там нет. Никакие под полами ничего нет. Когда я делал ремонт, я вскрывал полы, идет один стояк обратно и идет вниз, врезается в трубу. Сколько у вас градусов в квартире? Ну, градусов, наверное, 15. Не может такого. Ну, как не может быть? Да вы не приходили к нам. Придем. Придите. Мы составим. Придите, давайте составим акт. Давайте. Это не первое обещание управляющей компании прийти и составить акт о несоответствии температурного режима в квартире. Жители считают, что и это обещание управдом не исполнит. Однако выход есть. Данный факт может установить также лаборатории Роспотребнадзора. Они могут выехать, замерить батареи. На сегодняшний день можно составить такие акты с привлечением Роспотребнадзора и доказывать свидетельскими показаниями, что эта ситуация рождалась еще тогда. Потому что есть же, вы говорите, обращения от них еще в те периоды. И это можно будет использовать в суде как доказательство, в том числе и свидетельские показания. Что же касается желания управляющей компании «Жилэксперт» переложить всю вину на тепловиков, ресурсникам есть что на это ответить. Дома по улице Тороща и Треса теплоноситель подается в полном объеме с температурой 78 градусов Цельсия, что соответствует погодным условиям. Если на одном этаже дома батарея горячая, а на другом холодная, проблема кроется во внутридомовых сетях. Жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Именно она должна привести наладку системы внутри здания и нормализовать параметры полученного теплоносителя. Однако, учитывая, что за два месяца управляющая компания «Жилэксперт» даже не попыталась решить проблему, а письмо в жилинспекцию Волгограда, отправленное 20 декабря, осталось без ответа, дальнейшие ожидания жители считают бессмысленным. В этой ситуации юристы советуют лишь одно – двигаться дальше, писать жалобу в прокуратуру и судиться.